Всем привет! Привет еще раз! Привет из Нижнего Новгорода! Я записываю сегодня свое второе видео разговорного плана на тему, что вижу, о том и пою. Дорвалась наконец-то, потому что была очень занята, в первую очередь, работой, ну и вообще так. Вот, я тут обнаружила, что... Вот, я обнаружила при просмотре первого видео, что ситуация с освещением здесь оставляет желать много лучшего, но, увы, я сделала все, что могла, то есть я предприняла определенные усилия, я вставила лампочки, я сняла абажуры, потому что они, как казалось, поглощают очень много света. Вот, в этом плане мы, скорее всего, разойдемся, по мнению, с родителями, потому что для них принципиально, чтобы соблюдалось эстетическое единообразие и чтобы плафоны находились на своих местах, для меня же важнее всегда функциональность вещей. То есть меня абсолютно не смущает то, что лампочки торчат прямо из люстры без всяких абажуров и плафонов, мне важнее, чтобы больше света. Но, тем не менее, его все равно не хватает, как вы можете, наверное, сейчас видеть. И в других местах квартиры, по большому счету, такая же ситуация. Например, в комнате люстра на 6 ламп. И из них 3 не горят. Что можно сделать? Правильно, я пошла в магазин, купила лампочки, вывернула те, которые перегорели, ставила новые, естественно, энергосберегающие, долгоиграющие. Я, кстати говоря, очень ценю такой тип лампочек. Именно не за то, что они экономят энергию, я не могу сказать, так это или не так. Я не очень сильно в этом разбираюсь. Кому интересно, можете узнать мнение специалистов. Есть масса подсчетов, существуют разные точки зрения. Но для меня неоспоримым преимуществом энергосберегающих лампочек является то, что... Во-первых, есть лампа дневного света. Я предпочитаю именно холодный свет, потому что он больше похож на естественный. То есть, кто считает, что желтый свет похож на естественный, я считаю, что ошибается. Потому что желтый свет ламп это тот, просто к которому мы привыкли к искусственному освещению. Поэтому считаем его более привычным, более домашним, более теплым. У меня это скорее ассоциируется с какими-то допотопными коморками. Мне нравится белый свет. Ну и существует ряд исследований, в которых выводы о том, что действительно белый свет, холодный, он лучше влияет на психику человека. Потому что он более именно приближен к природным условиям. Но, по крайней мере, на мою психику белый холодный свет влияет лучше. И второе преимущество такого типа лампочек в том, что ты как бы один раз платишь, и потом пользуешься ими очень долго. Я покупала эти лампы, ну те, которые у меня дома впущены. Я их покупала частично еще, вот часть в аспирантуре в Москве. То есть, выезжая из общежития, я их забрала с собой. Потом я поменяла еще съемную квартиру. Там я их винтила, выезжая я их свинтила. И сейчас уже в своей у меня они, то есть, больше пяти лет, наверное, работают эти лампы. Но, конечно, когда они качественные. Это самое главное преимущество, потому что вот заплатил один раз, купил винтил и забыл. И она очень-очень долго не перегорает. Но, вы знаете, есть какие-то исключения. И вот у нас дома произошло именно это. То есть, я винтила новые лампы, они все перегорели. Вот, и скорее всего, я думаю, что это косяк люстры, потому что на этих же местах были перегоревшие лампочки. Я винтила новые, они тоже все перегорели. Но вряд ли это совпадение, вряд ли дело в лампочках. Вот, еще очень быстро перегорают такого типа лампы. Сейчас просто покажу. Это, думаю, все знают. Вот, такого типа лампы. Это просто лишнее. Она рабочая, но я боюсь ее выворачивать туда же, потому что, думаю, она перегорит тут же. Вот. Так очень быстро выходит из лампы, из строя лампы, которые я покупала в магните. Вот, магнит вообще довольно своеобразная такая сеть магазинов. Насколько я могу судить, попущено. Там магнит не один. Я знаю, как минимум два магазина магнит. И они располагаются в очень разных районах города. Условно говоря, один из них благополучный, другой неблагополучный. То есть, один магнит около новостроек, где живут в основном люди молодые, люди обеспеченные. Ну, это из тех, которые сами квартиры покупал. Ну, или, по крайней мере, молодые, которые эти квартиры получили как молодые ученые. Ну, в общем, несколько вот такая вот среда. Другой магазин магнит располагается в таком старом районе города, где живут люди, скажем так, простые, малообеспеченные. Так вот, качество товаров в одном и другом магните, на мой взгляд, очень сильно отличается. То есть, очень еще, видимо, большая зависимость существует от того, где располагается конкретная торговая точка. И это зависимость более выражена, нежели чем принадлежность какой-то конкретной торговой сети. Ну, так вот, очень много из того, что я покупала в магните, никуда не годится. Были и удачные покупки, но про продовольствие вообще не говорю. То есть, все, что я покупала там из еды, это, в общем, так или иначе шло в мусорку, потому что никуда не годилось. Но я сейчас говорю про магнит, который в неблагополучном районе. Относительно неблагополучном. Так вот, лампы энергосберегающие, которые я там покупала, они работали максимум месяц, после чего они сгорали. Как-то взрывались, ну, переставали работать. То есть, видимо, они были некачественные. Да, они там были дешевле, но не настолько, чтобы работать месяц взамен трех-пяти лет. Вот, да, это вот так сильно я отвлеклась по поводу освещения. То есть, я предприняла какие-то усилия, у меня просто не получилось. Вот, но дело в том, что время пообщаться у меня есть сейчас, а сейчас уже поздно, темно на улице. Конечно, если было бы утро или день, света было бы больше, но, возможно, в следующий раз будет именно так. И о чем я хотела продолжить говорить, относительно Нижнего Новгорода, это, конечно, стадион Водник. Моя боль. Я была там вчера, собственно говоря, бегала, занималась. Вот, и я хотела пойти туда сегодня, но я очень неудачно выбрала время. То есть, надо было чуть-чуть подождать, и этот дождь бы кончился. Но дело в том, что я когда собиралась туда пойти, вот, уже после девяти это происходило, потому что днем у нас все-таки еще достаточно жарко, и идти заниматься не хотелось бы. То есть, я ждала такого времени, когда будет уже прохладно, еще чуть-чуть светло, но уже так начинает темнеть. Ну, в общем, где-то с девяти до десяти мне больше все подошло. И в этот момент полил дождь. Дождь полил, как из ведра. То, что называют англичане, дождит кошками и собаками, имея в виду размер капель воды. Вот это все началось. Но я взяла себя в руки и сказала, нет, мать состоится в любую погоду, я должна идти. Я оделась, вышла на улицу, я дошла буквально до угла соседнего дома. И дальше у меня было такое ощущение, что сейчас меня потоком воды просто снесет. Потому что очень было ее много. Я промокла до трусов. Все, все вообще было абсолютно мокрым. Промокла обувь. И я поняла, что физическая возможность идти и заниматься, она отсутствует. И более того, то есть, знаете, меня даже не сколько пугали вот эти трудности, сколько то, что я могу заболеть после этого. И тогда это будет совсем неприятный исход. И мне бы очень не хотелось терять на это время. В общем, мне пришлось вернуться. Мне пришлось вернуться. И практически в тот момент, когда я мокрая закрыла дверь за собой, дождь прекратился. То есть, мне надо было выйти именно в это время. И тогда хотя бы... Да, и после этого уже не было. Но было идти уже не в чем. Потому что обувь сырая насквозь, вся одежда сырая насквозь. Заменить нечем, других вариантов нет. Вот я повесила свою куртку, не куртку, а такой жилетик. Под ним натекла лужа. Я очень надеюсь, что хотя бы завтра к утру мои кроссовки просохнуты, я смогу пойти. Вот. А сегодня придется ограничиться какими-то домашними упражнениями. Что-нибудь типа там качание пресса, там что-то такое. Вот, кстати, купила еще себе скакалку и вчера на ней скакала. Я не делала этого. Вы можете себе представить, сколько лет. Сколько лет я не скакала через скакалку. Я думаю, что смело можно называть цифру 15-20 лет и можно будет угадать. Потому что последний раз я скакала, наверное, когда еще училась в школе. Наверное, когда я еще была маленькая девочка с бантиком на голове. Я помню, что у меня сначала не получалось, и мне помогла научиться мама. Вот. Причем она меня учила делать это дома. Боже мой, несчастные соседи. Вот. Что-таки через скакалку надо скакать где-то на улице, а не дома. Не надо по потолку прыгать. Ну как, для нас-то пол, для соседей это же потолок. Вот. Я купила скакалку. Я через нее скакала. И вы знаете, у меня получилось со второго раза. С первого не получилось, потому что она там где-то за кроссовки зацепилась. Но со второго раза у меня получилось. Правда, я немножко неправильно ее обрезала. То есть я натягиваю ее таким образом, чтобы... Ну вы знаете, как у нас скакалки правильно измеряются. Чтобы ручки в подмышке заканчивались. Ну так же, как выбираются лыжные палки. И я все-таки немножко промахнулась. Она получилась чуть-чуть короче, чем надо. При этом прыгать сложнее. То есть надо делать это быстрее, ноги поджимать выше. Ну и вообще, знаете, я оценила. Это замечательное упражнение. Супер. И сразу так вот сердце... Ему не захотелось в покое. Что-то как-то классно. Буду продолжать. Надо, наверное, купить новую скакалку. Подлиннее, еще как-то поаккуратненько к этому отнестись. Вот. Видела я еще в магазине Спортмастер скакалку с автоматическим счетчиком числа поскоков. Вот. И смысл вкладывается такой, что вы просто занимаетесь и при этом не тратите время на то, чтобы в уме считать эти разы. За вас-то делает автоматический счетчик, а вы концентрируетесь только на технике и своих приятных ощущениях. Вот нас стоит не так дорого. По-моему, рублей 400. Я думаю, надо пойти докупить. Вот. Ужасно. Хочется. И, кстати, вы знаете, вот я вот на этот раз, опять-таки, я же приехала из маленького города в большой, я когда попадаю в магазин, и у меня начинает дуреть голова. Потому что такой изобилие, и все хочется, и мне кажется, что все нужно. И самое главное ощущение такое, что я же не смогу прийти через недельку, через месяц и попасть в тот же ассортимент, и докупить то, что мне приглянулось, но я не смогла или не захотела купить сразу. У меня ощущение того, что меня выгуливают, я сама себя выгуливаю, что я вот попала сюда, и все, что я не куплю сейчас, мне будет уже недоступно потом никогда, потому что я приеду в свой маленький город, и ничего этого нет. Вот, и первое, куда я попала, это был магазин Спортмастер, я пошла туда присмотреть определенные спортивные товары, сделала там несколько покупок, часть полезных, часть сомнительной полезности, может быть, даже и бестолковых, вот, и как на косметику у меня хватило уже в меньшей степени, вот, тем не менее, я ее купила, а сегодня особенно я в этом отличилась, может быть, я потратила даже больше денег, чем это было бы разумно, но, что ж, может быть, иногда надо себе это попробовать, позволить сделать, да, в общем-то, не так уж много я и потратила. Вот, возвращаемся к стадиону водник. Итак, я сначала сходила туда на разведку, выложила соответствующее видео, потом я пошла туда вечером уже для того, чтобы конкретно заниматься, и вот, что я вам скажу, такое ощущение, что вот с того момента, когда я там бывала еще в школьные и студенческие годы, там палец о палец не ударили, а для того, чтобы как-то его поддерживать в рабочем состоянии. То есть, это такое брошенное сооружение, абсолютно неухоженная конструкция. То есть, лет как минимум 10-15 ничего там не происходило. То есть, вот, вы видели на видео, если вы видели, что скамейки там отсутствуют. Вот, скамейки, которые у стадиона находятся по периметру, полностью отсутствуют. То есть, видимо, деревянные элементы, которые представляли собой эти сидушки от скамейок, они просто сгнили, растащены, или, в общем, они отсутствуют, их нет. Вот, а кирпичные основания этих скамейок, на которые нужно было бы положить эти сидушки, они вот уже как гнилые зубы разваливаются. Вот эти осыпавшиеся кирпичи, гравий. Вот, вы знаете, вот, если вы смотрели какие-то фильмы катастрофы о том, вот, что было бы, если бы из какого-то города ушли люди, если бы, ну, собственно говоря, то, что происходит в Припяти. То есть, там был построен новый современный Дотмавингород, и вдруг люди его моментально покинули. И вот что там происходит с конструкциями, со зданиями, когда они абсолютно полностью лишены любого ухода, как они разрушаются, как они выглядят. Вот, маленький кусочек Припяти, в Нижнем Новгороде. Нет, ну, слава богу, никакой радиации. Аналогия только чисто по состоянию сооружения. Вот, в свое время, кстати, я еще помню, была в школе, и у нас поднялось очень серьезное движение против строительства атомной радиоэлектростанции. Так, сейчас. Атомной электростанции. Вот так правильно. Ее хотели построить не вдалеке от Нижнего Новгорода. Поднялось очень серьезное движение против того, чтобы это делать. И заметную роль сыграл в этом Борис Немцов. Он тогда еще не был мэром и губернатором, ни Нижнего Новгорода, ни области. Но он был уже заметным политическим деятелем. Собственно говоря, это то действие, по которому здесь помнят, и то, что вменяется, несомненно, ему в заслугу. И дело не в том, что атомная электростанция – это что-то очень плохое. Это что-то очень хорошее, потому что это замечательный источник энергии, но просто к строительству, к эксплуатации таких объектов нужно относиться без малейшего намека на раздолбайство. А поскольку было очень большое подозрение, что этого не избежать, то лучше, чтобы этого не было, нежели чем это было. Лучше дровами отапливаться, чем жить в радиоактивной катастрофе. Ну так вот, стадион «Водник», он выглядит вот именно как объект, брошенный людьми в каком-то покинутом городе, как декорация из фильма «Катастрофы». Кстати, очень интересный фильм, называется «Земля без людей» или «Жизнь без людей», или что-то вот такое. Какой-то он BBC-шный, или National Geographic, или что-то. Кстати, кадры из Припяти там тоже присутствуют, конечно же. Очень интересный, особенно для тех, кого впечатляют такие фантастические какие-то картины. Ну вот мы это имеем в реальности. И становится опять-таки очень обидно. Возникает, я сейчас процитирую одного известного публичного деятеля, чувство бессилия, вколоченное в позвоночник. Что ты видишь, как это разрушается, ты понимаешь, что это объект, который нужен людям. Но стадион — это же здоровье, это бесплатное здоровье. То есть это иногда открытый объект, куда люди могут прийти, заниматься. Что там эти фитнес-центры, что там это всё. Это же совсем не то. Да, это всё есть и тоже нужно. Но в то же время, если мы хотим говорить о здоровье людей, о массовом здоровье, не о конкретном Плющенко, который, разбрызгивая болты из позвоночника, будет кататься за всю страну. Ну, один Плющенко, даже какой бы он ни был великий, ну, это же не вся страна. То есть важно же, чтобы люди вообще, в принципе, были здоровые. Чтобы вот их просто тянуло туда, чтобы они, проходя мимо стадиона, чтобы у них было желание зайти туда, чтобы они видели, как там развиваться, играют люди разных возрастов, чтобы они тоже к ней присоединялись. Но это же совершенно другое, это же массовое, массовое. Вот без этого невозможно себе вообразить, как бы пафосно-то не звучало, здоровье нации. И вот заходишь туда, и вот там эти развалины, понимаешь, что ни рубля туда не вкладывается. И скажите ещё, что называется, спасибо, что на этом месте просто не построен какой-то очередной торговый центр или что-нибудь в этом роде, или какой-то новый живой массив. А я слышала о таких планах ещё, когда из Нижнего не уехала, то есть это было лет 10-15 назад, что там будет рынок, ну да, ещё рынки были актуальны, торговые центры не были. Вот или торговый центр, или новые дома. Но слава богу, что хотя бы он сохранился в каком-то таком виде, что он не ухожен, он разваливается, но хотя бы может функционировать чисто как стадион. И причём, вы знаете, там очень много людей. Я пришла туда сначала днём, но там в основном прогуливались мамы с детишками. По бокам небольшие площадки обустроены, там играют футбол, тоже вы видели. Но вечером там тоже полно людей. Причём один из них катается на роликах, другой наяривает в круги, бегает. Кто-то там ещё что-то делает. Потом пришла я, тоже начала сначала там бегать, ходить, потом прыгать через скакалку. Знаете, анекдот. Вот скакал Иван Царевич три дня и три ночи, пока у него скакалку не отобрали. Вот. И мы, во-первых, мы находились в полной темноте. То есть на этом стадионе ни одна лампочка не горит. Ни одна. То есть он обнесён по периметру этими вот стадионами, такими серьёзными конструкциями с мощными прожекторами. Ни один, ни один фонарь вообще не горит. То есть полная темнота, как вот эта вот яма, вот стадион уже в низничке находится, и ни одного фонаря не горит, ни одной лампочки. Вот исключением фонаря на велосипеде одного из посетителей не было вообще никакого света. То есть мы там бежали, фактически вытянув руки вперёд, чтобы просто не толкнулись друг на друга. Там стадион, я вроде бы посчитала, такой 7-ми или 8-ми полосный. То есть там ещё сохранилась разметка, как ни странно. То есть один по одной дорожке бежит, другой едет. И причём мы в разных направлениях, там друг настречу другу как-то это делали и так далее. Вот весь свет, это же, собственно говоря, свет из наших глаз. Вот. Ну и немножко что попадает из соседних домов, из окон. В общем, караул, катастрофа. Безумно обидно. Это очень унижает, это вселяет чувство бессилия, что я уже говорила, что это, ну, тебе это хочется, и это вообще-то должно делать государство. Это его обязанность вот этим всем заниматься. Что-то это должно быть, должно быть. Вот что там, вот Олимпиада, да, супер-классная Олимпиада. Вот эти вот орнаменты, вот этот весь пафос, да, там кому-то утерли нос, мы что-то показали, мы что-то доказали. Приходишь, крупнейший город России, там третий, четвёртый какой-то, один из самых крупных городов. В центре города нет стадиона. Вот это вот общедоступного стадиона, куда люди могут прийти и оздоравливаться. Вот, слава богу, что хотя бы калитка там открыта, что она не заварена. Я вообще боялась того, что туда не удастся попасть. Хотя, ну, как боялась, я же понимала, что там вокруг нет этой ограды, что там с одной стороны есть эти плиты поставлены, с другой стороны там просто открыто всё в город. Вот, очень-очень это обидно. Ведь в стране так много денег. Ведь всё же это строится, вокруг висит этот вот свиной гламур, про который я говорила в прошлый раз. Ведь он же есть, ведь на это тратятся огромные средства, огромные деньги. Мы не считаем России щедрая душа. Нам ничего не стоит туда бросить, туда бросить. Нас не пугает падение экономики, нас не пугают никакие санкции. Но у нас же при этом вот реальные какие-то объекты, они же разваливаются. Вот то, что в Нижнем зависит вот именно от власти, от государственной, от правительства, то есть то, что тут как-то наше общее дело. Не чья-то частная лавочка, где там, конечно, владелец разукрасит всё, и стиль будет соблюдать, отремонтирует, сделает привлекательно. Это ведь то, что наше общее. Вот асфальт это наше общее, вот этот стадион это наше общее. И вот мы вверяем свои деньги людям, которые должны за этим всем заботиться. Вот, и я смотрю вот это местное телевидение, там показывают нашего мэра, и я на него смотрю, и я смотрю на него и понимаю, что у нас нет никаких шансов на то, что ситуация улучшится. Дай бог я ошибаюсь, но из того, что я вижу и слышу вокруг себя, это именно так. Так, вот, высказала я свою боль, поделилась я своим негодованием по этому поводу. То есть впущена, как ни странно, ситуация со стадионами лучше. То есть там я готова рыдать в голос от того, насколько всё ужасно, потому что они не обслуживаются должным образом, они запущены, они в очень плохом состоянии, там много чего не хватает из того, что там могло и даже... Это стоит, на самом деле, копейки. Ну копейки, господи, ну что там. Постричь траву, переложить асфальт, что-то там поставить какие-то... Блин, пусть чешется. Вот. Поставить какие-то минимальные конструкции, чтобы люди там подтягивались, там наджимались, там что-то. Держать их в надлежащем состоянии, но это всего лишь навсего красить, там смазывать, поднимать то, что упало. Но всего-то навсего ничего. Это же не запуск в космос какой-нибудь там булавы, я не знаю. Какой-нибудь межпланетной станции. Это не какой-нибудь мост на остров. Это не какой-нибудь саммит-Отес. Это не олимпиада, в конце концов. Это же всё стоит очень-очень небольшие деньги. Вот. И всё это ещё обнести забором, чтобы люди не попадали. Вот. Ужасно обидно. Но удивительно, что я хочу отметьте с положительного пожарка, чтобы на положительном о чём-то закончить. Это фантастическая сохранность покрытия на этом стадионе. То есть всё вокруг разрушено, но сама вот эта асфальтовая дорожка, которая по периметру, вы знаете, она цела. Мало того, что она цела, на ней ещё и разметка сохранилась. То есть это деление белым, там и разделение на дорожки, и какие-то сектора отмечены. То есть, видимо, чтобы бежать такую-то метровку, такую-то метровку. То есть, видимо, вот последний раз, когда это всё ремонтировали, сделали настолько качественно, что оно, несмотря ни на что, до сих пор находится в приличном состоянии. То есть я пока бежала, я, конечно, ничего не видела, но я ощущала, что отсутствие выбоин каких-то разрушенного покрытия, что оно более чем прекрасное, ну, слава богу, что хотя бы что-то, что хотя бы так. Вот я не знаю, что с этим делать. Это, конечно, ответственность граждан страны, это ответственность избирателей. То есть вот мы на самом деле избираем, голосуем, мы поддерживаем вот именно ту власть, которая в таком состоянии содержит наши стадионы и асфальт в городе, в частности. Вот. Что с этим делать? Можно сказать, что нас никого это не касается, с другой стороны, а кого это касается? Вот. Это же не Обама развалил наш стадион, да? Когда говорят Обама. Вот. Это же не из Америки его разбомбили. Вот. Хотя за Америкой наблюдаются такие иногда явления. Вот. Это же мы сами, это же мы сами, это от нас всё зависит. Это как бы, ну, если не связать в голове, что такие вещи взаимосвязаны, люди, которых мы поддерживаем, на выросту, которых мы закрываем вот так вот глаза, и то, что потом некуда выйти на стадион. Вот. Или что он в таком развальном состоянии. И слава богу, что хотя бы на его месте не стоит какой-нибудь новодел. Вот. Потому что сохраняется надежда на то, что он будет когда-то приведён в должное состояние. Вы знаете, а какой он мог бы быть на самом деле замечательный, какие бы там современные можно было бы сделать. Ну, всё. Ну, всё. Там эти будки спортивные. И там вот сбоку, я когда прибегала, я отметила, что там можно было сделать небольшой, может быть, ну, прудик-не прудик, но для современного такого ландшафтного искусства. Там какие-нибудь цветы где-нибудь посадить, где-нибудь ещё, чтобы там мамочки гуляли с детьми, чтобы там люди бегали, чтобы... Вот. И вот на самом деле на это не так уж много нужно и денег. Да. Закончу на том, как продвигаются мои успехи в области здоровья и красоты. Значит, я здорова и красива. Вот. Несмотря на то, что я нахожусь у родителей, обычно ребята, которые отправляются на побывку к родителям, за это время полнеют. Потому что откармливают, потому что приехала дочь или сыночка, стараются всем вкусненьким. У меня как-то наоборот. Я, когда приезжаю к родителям, я за этот период наоборот обычно худею, потому что, ну, как-то смена обстановки на меня так влияет, что мне это становится просто психологически легче. Да, действительно, я там что-то потеряла какого-то веса. Сейчас вроде, может быть, даже и нет. Я по-прежнему введу свой дневник, но последние два дня у меня, видимо, попали как раз на состояние желания отдыха от этой темы. Вот. Поэтому я продолжаю всем этим заниматься. Вот. Завтра будет, наверное, все поактивней. Вот. Неделю на стадион не ходила, но вот занималась что-то дома, какие-то пресс-упражнения делала. Вот. Я это хочу сказать к тому, что если вы направляетесь на побывку к родителям, в отпуск и так далее, вот совершенно не обязательно там отъедаться. Если вы решили поддерживаться здорового образа жизни, то можно просто найти какие-то другие развлечения, помимо еды. Хотя, вы знаете, очень сложно, опять-таки, о чем я уже говорила. Приходишь в магазины после маленького города, в супермаркеты большого города, и там все есть, и все хочется попробовать. Но как-то я отметила, что намного в меньшей степени, чем в прошлом году. Намного в меньшей степени. Во-первых, потому что я знаю, что все вот эти соблазны супермаркета, особенно кулинария, где-то самые пирожки, салатики, то, что у них там наготовлено огромное разнообразие всего, я просто знаю, что в большинстве своем это все не так вкусно, как выглядит. Вот убедиться в этом несложно. Поэтому я продолжаю в основном придерживаться той схемы питания, которая была у меня и до приезда к родителям. Они с трудом все-таки восприняли то, что меня как-то не удается чем-то попочевать и накормить. Конечно, время от времени я что-то покупаю, пробую, но, как правило, что-то все это идет в мусорное ведро. Потому что реально невкусно. Вот, например, я купила пару дней назад пирожное какашка. Ой, что-то у меня твой на языке. Пирожное картошка. Вот. И я его просто попробовала, я его выбросила, потому что невкусно просто. Вот, хотя выглядит очень аппетитно, сделано изумительно красиво, но почему-то нет. И как-то раньше я приезжала, когда в Нижний, я отмечала, что здесь очень вкусная еда. То, что касается яиц, молока, всяких кур, вот этих вот продуктов, что здесь курица действительно пахнет курицей, причем самая обыкновенная, купленная в супермаркете. Молоко здесь вкуснее, чем в Московской области. Я, кстати, яйца, ну не сравнить, просто у них вот вкус, он вот такой, как должен быть. А у нас какая-то все-таки имитация. Но, в общем, к сожалению, с этим что-то произошло. И в этом плане Нижний тоже становится похожей на Москву, что исчезает вкус из продуктов. Не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, отмечаю этот факт. Купила майонез. Да, раз в год я ем майонез. Вот именно раз в год, когда приезжаю в Нижний, потому что Нижний Новгород – это столица майонеза. В его российском исполнении. Потому что он всегда здесь был исключительно вкусным, и с ним можно было съесть все, что угодно, включая вареный башмак. Но в этот раз попробовала и ничего не поняла. Нету вкуса. Майонез есть, вкуса нет. Тоже я его не доела, выбросила на половине. Потому что, ну зачем эти пустые калории, если они не приносят удовольствие? То есть, если уж мы там, допустим, пьем алкоголь, нанося вред своему организму, ну пусть будет хотя бы качественный и вкусный алкоголь. Если мы едим что-то высоко калорийное, и тоже этим самым вредное для организма, содержащее большое количество сахара, жиров, там, всякого такого вредного, ну пусть хотя бы это будет вкусно. Мы, пускай хотя бы получим что-то, за что мы рискуем своими здоровьем. А тут как бы ничего от этого нету. И поэтому я опять-таки спокойно придерживаюсь своего режима питания в основном. То есть, очень мало соли, я ничего тут не жарю как-то. Да потому что, на самом деле, я понимаю, что за красивыми упаковками, за красивым внешним видом этой еды в супермаркетах скрывается то, что оно того не стоит. Вот, ну, поэтому вот так. Все, надо на этом заканчивать уже. Наговорила я достаточно, надо любителей послушать видео в формате радио. Вот, по-прежнему желаю всем счастья, здоровья, любите друг друга, будьте друг другу терпимы. Особенно к своим самым близким. Вот, не старайтесь друг друга переделывать. Старайтесь как-то больше друг друга понимать. В первую очередь, говорю это себе, потому что, я же рассказываю о том, что со мной происходит. Вот, и это ключ, если не к счастью, то, по крайней мере, к более достойному существованию, как мне кажется. Вот именно к более достойному. Не в плане сейчас материальной какой-то обеспеченности, а в плане именно правильности межчеловеческих взаимоотношений. Вот, потому что иной раз правильно не настоять на своем, а важнее сохранить лицо. Дать возможность сохранить лицо своему собеседнику, своему противнику. Особенно, если понимаешь, что с ними еще жить и жить. Вот, ну что, всем здоровья и счастья. Всем пока.